Данное видео сделано по заказу подписчика. Мы читаем каждый комментарий на нашем канале. Спасибо вам за просмотр. Шаузи, Хауси или Чаузи. Новая порода кошек, выведенная путем скрещивания домашней абиссинской кошки с диким камышовым котом. Селекционеры хотели получить новую породу, которая бы сохранила внешность дикой кошки, но имела характер домашний. Порода является гибридной и требует постоянного прилива крови дикого камышового кота. Эти кошки любят общение и даже нуждаются в этом, но не любят сидеть на руках. Они очень подвижны, активны, игривы, бесстрашны, отличные охотники, хорошо уживаются с другими животными, преданы своим хозяевам. Первые представители Шаузи, получившие второе название как нильская кошка, были получены в конце 1960-х годов в США. Однако лишь в 1995 году порода стала официально признана. Кошка Шаузи появилась в результате скрещивания дикого камышового кота и обычной домашней кошки. В результате такого скрещивания Чаузи обладают неординарной внешностью и дружелюбным, миролюбимым характером. Порода домашних кошек Шаузи получила свое название Adphelis chaus, что на латыни означает «камышовый кот». Уже в начале 21-го столетия крупные короткошерстные хаузи получили заслуженное признание и распространились по всему миру. Стоит отметить, что несмотря на положительное отношение заводчика в данной породе, Шаузи достаточно редки. На территории США порода получила неплохое распространение, а вот в Европе куда более скромное. В России же Шаузи встречаются крайне редко. Шаузи причисляются к крупным короткошерстным породам. Животные весьма рослые, с мускулистым телосложением и идеальными пропорциями. Половой диморфизм выражен. Взрослые самцы Шаузи обычно весят от 6 до 11 кг, а взрослые самки от 6 до 9 кг. Некоторые особи могут достигать 15 кг. Небольшая голова имеет форму удлиненного треугольника. Морда небольшая, аккуратная, с мягкими закругленными линиями. Прямостоячие большие уши имеют широкое основание и кисточки на заостренных концах. Поставлены уши достаточно высоко. Для Шаузи характерен прямой длинный нос, хорошо очерченный сильный волевой подбородок, выразительные несколько раскосые, красивые большие глаза, глаза миндалевидной формы, цвет глаз зеленый, зелено-желтый, янтарный, допустимые оттенки этих цветов. У Шаузи, несмотря на габариты, на редкость очень гибкое тело, как у настоящего дикого хищника. Широкая грудная клетка, развитый круг. Шея короткая, толстая, однако смотрится органично и не нарушает пропорции тела. Сильные толстые ноги с хорошо развитой мускулатурой. Хвост должен быть по длине 3 четвертых от длины всего тела. Он прямой, гибкий и без заломов. Шаузи короткошерстные. У них густой волосяной покров с очень плотным подшерстком и особенной окраской. Окрас шерсти черный, золотистый, бурый, серебристый. Допускаются оттенки этих цветов. При этом каждый волосок имеет две хорошо заметные темные полосы. Этот рисунок особенно различим на конечностях, голове и хвосте. А вот на теле едва заметен. Согласно стандарту, кончики хвоста и ушей должны быть черного цвета. Также характерной особенностью окраски Шаузи является ожерелье. Рисунок на шее. Хауси наследовали черты как диких котов, так и домашних кошек. Эти животные всегда полны энергии, им всегда хочется узнать все первыми, посмотреть, проверить, разузнать, познакомиться с новыми людьми. Одним словом, непоседы. Их активность и любознательность объясняет их любовь к лазанью под потолком, по чердакам и антресолям, прыжкам. Лежа на шкафу, Шаузи контролирует свою территорию, как дикий предок. Из-за своих корней и больших размеров условия квартиры не очень подходят этим животным. Просторный загородный дом с большими угодьями будет идеальным вариантом для них. Решив завести их в Шаузи, в квартире обеспечьте животному прогулки на шлейке или поводке. Независимый нрав не мешает им быть дружелюбными, миролюбивыми, общительными и преданными. Шаузи привязываются к хозяину, могут выражать свое расположение к нему. Они не любят быть на руках, сидеть на коленях. Этим кошкам нужно много внимания, они тяжело переносят одиночество и разлуку с хозяином. Хаузи можно заводить семьям с детьми и другими животными, так как эти кошки не конфликтны. Любят поиграть, легко уживаются с другими обитателями дома. Из игрушек Шаузи отдают предпочтение мячику или другим большим игрушкам. Хозяевам стоит учитывать чрезмерную любознательность питомца и позаботиться о том, чтобы окна и балконные двери были заперты, дабы избежать падения животного. Шаузи очень сложно напугать. Шаузи неприхотливые и за ними легко ухаживать, даже начинающим заводчикам. Вычесывать шерсть, промывать уши и глаза, мыть, все по мере необходимости. Разнообразный рацион, как и для любой другой породы, обеспечит блеск шерсти и поможет сохранить здоровье. Что касается здоровья, то оно у Хаузи отменное. Благодаря хорошему иммунитету, доставшемуся от дикого кота, они почти не болеют. Не стоит забывать о необходимости свежего воздуха, прогулок и достаточно большого пространства. Поскольку Хаузи гибрид от диких кошек, у них более короткий кишечный тракт, который плохо переваривает растительную пищу. Все виды зерновых культур, овощи, травы и специи. Глютен может вызвать у Шаузи хроническое воспаление кишечника, что в свою очередь приводит к пищевой аллергии. На протеины, содержащиеся в готовых коммерческих кормах. Заводчики советуют владельцам Хаузи кормить их высококачественными коммерческими кормами для кошек, содержащими как можно меньше растительных ингредиентов. Шаузи стоят весьма недешево, а в России их можно смело причислить к одним из самых дорогих пород. Цена варьирует от 500 до 2000 долларов. Субтитры создавал DimaTorzok